Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу вам показать одну из разновидностей португальской закуски, которая называется рисоис. Так как в качестве начинки в сегодняшней пойдет треска, то, соответственно, рисоис да бакаляу. Бакаляу по-португальски значит треска. Вообще-то классический рисоис это скорее кракеты в сухарной панировке, но сегодняшний, насквозь португальский, подсмотренную у замечательной женщины, португалки, повара. Это скорее пирожки, приготовленные во фритюре. Впрочем, хватит болтать, давайте начнем. В одну кастрюлю отправляется филе трески. Я его предварительно разморозил. Туда же немного черного перца. Во вторую вода, сливочное оливковое масло, соль и немного лимонной цедры. Это будет основа для заварного теста. Пока варится, треска и закипает вода для теста, нашинкую лук и чеснок. Они понадобятся для начинки. Масло на сковороду. Лук надо обжарить. Вода закипела и цедра даже пару минут в петле повариться успела. Нужно удалять. Теперь, не отвлекаясь, высыпаю муку и при энергичном помешивании замешиваю тесто. Прямо в кипящей воде. Как только вся мука уложнилась и при этом на дне появился вот такой налет, значит надо снимать с огня и вообще вынимать тесто из кастрюли. Сейчас немного остынет и слегка вымешиваю его. Про лук не забываем. Он нужен подрумянинный и сладкий, а не сгоревший черный. Кстати, треска уже сварилась, надо вынуть и отложить на тарелку, чтобы остыло так же, как и тесто. Из горячей сложнее косточки удалять. По сути, начинка для сегодняшних рисаис – это отварная треска в соусе велюте, классическом французском соусе, базовом. Напомню, что велюте – это, считайте, тот же самый бешамель, только бешамель на молоке готовится, а велюте – на бульоне. В сегодняшнем случае на рыбном бульоне. Лук уже в отличном состоянии, пора добавлять муку. Минутку буквально ее обжариваем, и можно выливать бульон – тот самый, который остался от варки трески. По частям. И выливать следующую часть можно не раньше, чем предыдущую, а взойдется до полной однородности. Не спешите. Отличная консистенция. Вообще соус должен быть очень густым, он, конечно, при остывании еще сильнее загустеет. Рыбу сюда. Вот на этом этапе доводим начинку до вкуса – соль, перец, рубленая петрушка. Тесто уже остыло. Оно мягкое, эластичное. Долго вымешивать не надо. Буквально одну-две минуты. И достаточно. Отлично. Можно заниматься сборкой. Отделю небольшую часть для работы, остальное пока заверну в пленку, чтобы не заветривалось. Такая вот маленькая симпатичная штучка получается. Остатки теста собираю в комок, замешиваю со следующей порцией и снова по кругу. Абсолютно стандартный способ формовки. Теперь панировка и обжарка во фритюре. Парочку яиц надо разболтать. Редактор субтитров А.Семкин нет нужды – сразу все обжаривайте есть. Они отлично хранятся в замороженном виде, как пельмени. Причем соберетесь их готовить – размораживать не нужно. Прямо из морозилки сразу фритюр. Начинка-то в них готова. Поэтому, как только снаружи, фритюр уже зарумянились, значит все готово. Вынимаем и на салфетку для впитывания излишков масла. Вот такая простецкая штучка. Действительно просто. Очень вкусно. Хоть, конечно, и не очень полезно. Это я про жаренье во фритюре, если что. Короче, попробуйте. Может быть, вам понравится португальская кухня. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока!